Слава Иисусу Христу! Мир Божий вам! Для меня также большая честь и большая привилегия сегодня быть на вашем благослужении, быть в вашей церкви. Хотел бы в первую очередь поблагодарить ваших служителей, пасторов, за то, что доверили мне эту честь и эту возможность. Вы знаете, с сегодняшнего дня вы часть моей личной истории, потому что я первый раз в Соединенных Штатах, первый раз проповедую, и эта проповедь, она именно в вашей церкви. Наверняка это не последняя проповедь в Соединенных Штатах, но первая была именно у вас, и я это запомню навсегда. Мне очень радостно и очень приятно видеть настолько открытые сердца, настолько радушный прием. И хотел бы передать вам искренний привет из Украины, из города Вишневой, который находится неподалеку от Киева, от нашей церкви, Церкви Спасения. Вы знаете, сегодня тема нашего разговора, тема моей проповеди – «Кто для тебя Иисус?». И это на самом деле очень важный вопрос, потому что от того, каким мы видим Иисуса, будет зависеть наша жизнь и на земле, и в вечности. В вечности, потому что от того, кто для нас Иисус, это определит нашу судьбу. На этой земле, потому что от того, каким мы видим, каким мы представляем Иисуса, такой будет и наша жизнь, таким будет наш характер, такими будут наши ценности. Когда люди часто говорят мне, послушай, я не верю в Бога. А я просто люблю разговаривать с неверующими людьми и часто слышу это заявление. И когда мне говорят, я не верю в Бога, можешь меня не убеждать? Я отвечаю очень просто. Дорогой, расскажи мне, пожалуйста, в какого Бога ты не веришь? Возможно, в такого Бога, которого ты опишешь сейчас, я тоже не верю. Просто расскажи, в какого Бога ты не веришь, а потом позволь мне рассказать, в какого я верю. Вы знаете, я родился в нехристианской семье. Ни моя мама, ни мой папа, они не были верующими людьми. Более того, они были убежденными атеистами. Моя мама, она была настолько убежденной атеисткой, что когда к ней подходили люди на улице рассказать об Иисусе, эти люди уже убегали от нее. Она еще их догоняла и говорила, подождите, еще я вам не все рассказала. По профессии она учительница математики, но когда она училась в педагогическом институте, то ее любимым предметом был научный атеизм и материализм. Поэтому она была убежденной, очень твердой в своих взглядах атеисткой. Мой папа не был, возможно, настолько твердым атеистом, но все равно в Бога не верил и ничего о нем не знал. И вот когда в Дашу жизнь постучалась беда, а у нас в Украине говорят очень просто, як беда до порога, то людина до Бога, их сердца начали сокрушаться. Когда мне было 9 лет, я упал с высоты. Как любой нормальный ребенок, я любил забраться куда-то повыше. И однажды, когда я поднимался по лестнице, я просто поскользнулся, упал, сделал сальто в воздухе и приземлился на левую ногу так сильно, что мой коленный сустав начал болеть. Я подумал сначала, что это просто какая-то неприятность, поболит да перестанет. У моего папы, мама учительница, папа доктор, у моего папы всегда было два лекарства. Первое лекарство на любую проблему, это был чай из малины. Чуть что попей чаю из малины. Второе лекарство, которое врачи предлагают своим детям, переболит называется. И каждый раз, когда я говорил, пап, там что-то болит, он говорит, ничего, сынок, переболит. Я тоже думал, переболит. Но не переболела. Мой левый коленный сустав начал болеть, мне стало сложно сгибать ногу до конца, разгибать до конца. И когда уже мы обратились к врачам, к коллегам моего папы, травматологи, а потом и более глубокие специалисты, сказали, что это что-то серьезное. Взяли пункцию из колена, взяли жидкость, которая начала собираться в коленном суставе, и после анализа поставили диагноз – туберкулез костей. На том этапе моя левая нога уже была чуть короче, чем правая, мне было трудно ступать, на нее трудно ходить, и врачи сказали, что я буду лежать прикованным в постели минимум год, потом будет операция. Меня направили лечиться на южный берег Крыма. Это было очень иронично, поскольку я лежал вместе с другими детками, а там были детки со всего бывшего Советского Союза. Мы с этими детками лежали буквально в нескольких десятках метров от моря. И ты видишь море из окна. Ты видишь, как плещутся волны, но ты не можешь в нем искупаться, потому что ты лежишь прикованным к постели. В другую сторону обращаешь взор, ты видишь прекрасные горы. Но ты так бы хотел там прогуляться, но не можешь, потому что твои ноги не способны ходить. Врачи сказали, горизонтальное положение, очень серьезное лечение, а потом посмотрим, что будет. И когда я оказался в этом горизонтальном положении, услышал историю ребят, которые лежали рядом со мной, я понял, что перспективы совсем не радужны. Как я сказал, там были дети со всего бывшего Советского Союза. Буквально рядом со мной лежал мальчик из Камчатки. С другой стороны лежал парень из Беларуси. Рядом были ребята из Дагестана. Буквально вся география бывшего Союза, но у каждого ребенка своя болезнь, своя история. Кто-то лежал год, как обещали мне, кто-то лежал три года. У нас был парень, рекордсмен, он лежал около четырех лет. За это время у него дома умерла мама, он так и не смог с ней попрощаться. И когда мне сказали, что я переживу операцию, это неизбежно, я услышал от ребят истории, что кто-то перенес уже две-три операции. У нас там был рекордсмен, который пережил 21 операцию. И при этом все ему не помогло. И вот пролежав три месяца, фактически я уже и не верил, что оно как-то улучшится. Потому что мне давали очень серьезные лекарства, очень серьезные медицинские препараты. Ну, вы понимаете, начало 90-х, возможности медицины тогда, тем более эта медицина еще была постсоветская. Одно лечим, другое калечим. Когда мой папа увидел список лекарств, которые мне дают, он за голову схватился. Он говорит, сынок, это же просто удар по почкам, по зрению, по памяти. Очень интенсивное лечение. Но когда сделали через три месяца горизонтального положения анализа, оказалось, что лечение не помогает. Потому что туберкулез продолжает развиваться. Сначала, когда меня ложили, у меня была реакция манту 13 мм. Ну, вы знаете, в школах делают такие укольчики, чтобы посмотреть, как организм реагирует на туберкулезные частицы. Когда я прошел три месяца лечения, оказалось, что эта проблема не уменьшается, а усугубляется. И реакция манту стала 26 мм, увеличилась в два раза. И, может быть, эта ситуация, она настолько сильно и повлияла на сердце моей мамы. Возможно, что именно эта ситуация и сокрушила ее. Потому что, если бы не эта проблема, я не знаю, что бы еще могло убедить мою маму поднять глаза ввысь. Она, знаете, бывает, придет ко мне, возле меня посидит. При мне еще держалась, как-то еще сдерживалась, как-то еще себя контролировала. Контролировала. Но потом, когда она отходила от меня, спускалась вниз, проходила на морской берег, она давала волю слезам, давала волю своим эмоциям. И я потом даже шутил. Я говорю, мам, я знаю, почему Черное море настолько соленое. Потому что это ты наплакала. Она выплакивалась, шла в ту комнату, в которой проживала недалеко от санатория, где я лежал. И вот однажды, в один из таких дней, когда она, выплакавшись, излив перед морем, хотел бы сказать перед Богом, но Бога она тогда не знала, излив перед морем свою боль, она пришла в комнату, автоматически включила радиоприемник и услышала проповедь. Вы знаете, потом я искал, я хотел сказать спасибо этому брату, который сказал ту проповедь. Я спрашивал, кто это был. И я нашел этого человека, но к моменту, когда я узнал о нем, оказалось, что он уже на небесах. И у меня есть мечта, когда я приду на небеса, я найду очень многих людей. Я буду искать этого брата. Я упорный парень, я обойду весь Новый Иерусалим. Я спрошу в каждом квартале. В конце концов, я могу спросить у Иисуса, где тот брат, который записал то радиообращение. Я хочу крепко его обнять и сказать спасибо, дорогой. Благодаря тебе изменилась жизнь моей семьи. Моя мама услышала эту проповедь, и она коснулась ее сердца. На следующий день было воскресенье, и она прибежала в церковь, хотя ей казалось, что в церковь она никогда не придет. Тем более в ее представлении церковь это были какие-то особенные здания, купола, полумрак, запах ладана, огоньки свечей. И тут она приходит, а просто люди, которые собрались, чтобы слушать Божье Слово. Она была удивлена, но на первом же служении она отдала свою жизнь Иисусу, покаялась перед Богом. Прибежала ко мне, принесла Евангелие. Говорит, сыночек, мы теперь будем жить по-новому. Признаюсь вам, я не поверил. Мама, ну что значит будем жить по-новому? Я знал, что моя мама увлекающаяся натура, она, я ее так нежно называю, торнадо в юбке, и она может изменять свои увлечения очень быстро. Ну вот теперь она в Бога поверила. Но когда проходило время, она начала посещать церковь, и когда однажды мы вместе с ней читали Божье Слово и пришли к простому тексту, это стало поворотной точкой. В послании Иакова в пятой главе сказано «Болен ли кто из вас?» И когда я прочитал «Болен ли кто из вас?» Я сказал «Господи, ты насмехаешься надо мной?» Там стоит знак вопроса. Что значит «Болен ли кто из вас?» Я к тому моменту уже полгода лежал. У меня уже на ногах не было мышц. Были только кости и кожа. Я сказал «Господь, что значит «Болен ли кто из вас?» Конечно же болен. Пусть призовет пресс-фитера в церкви своей». Я подумал «Пресс-фитера, что это такое?» Маму спросил. Говорю «Мам, что это такое? Кто такой пресс-фитер?» Потому что что такое свитер, я знал, а что такое пресс-фитер, не знал. Мама говорит «Я сейчас спрошу у пасторов, у служителей церкви, возможно, они подскажут». И когда она обратилась, ей говорят «Да, мы можем так сделать. Пусть призовет пресс-фитера в церкви своей и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего». Было прекрасное субботнее утро, последняя суббота марта месяца 93-го года. У меня недавно было 30-летие. И вот в это прекрасное субботнее утро, в этот прекрасный солнечный день двое незнакомых мужчин зашли в здание корпуса, в котором я лежал вместе с другими детками, взяли меня на руки, отнесли в отдельный изолятор, в отдельное помещение. И тогда я еще не знал, что они первый раз совершают такую молитву. Я еще не знал, что они сами ужасно боятся. Они были молодыми пасторами, они никогда не имели подобного опыта. Но я очень благодарен, что у Иисуса уже был подобный опыт. Они положили меня на кровать и спросили, «Сыночек, мы сейчас будем за тебя молиться. Ты веришь, что Иисус может тебе помочь?» Что я мог сказать? Надо мной стояли два взрослых, больших мужика, я был маленьким ребенком, они наклонились надо мной. Конечно, я сказал, «Я верю». И они сказали, «Хорошо, мы будем молиться». Очень простая молитва. Я не помню, сколько она длилась. Возможно, минуту, возможно, две или три. Но они просили от сердца, «Господи Иисус, помоги этому мальчику». И во время этой молитвы я просто физически ощутил. Это было настолько сильно, что я не имел ни единого сомнения, что это не так. Я физически ощутил, что я здоров. Я еще не проверял ничего, я еще не делал ничего. Но когда меня вернули к другим ребятам, а меня спросили, «Куда тебя носили?» И я с твердой уверенностью заявил, «Меня носили исцеляться». «Ты хочешь сказать, что ты теперь здоров?» Я говорю, «Я не знаю, но давайте попробуем». И я согнул колено, которое до этого момента не сгибалось. А потом, когда ребята начали задавать еще вопросы, я попробовал встать на ноги, хотя до этого полгода не ходил. У меня мышцы были как ниточки, они были атрофированы. И я встал на ноги и прошелся по кровати в одну и другую сторону. И Иисус исцелил меня буквально за одно мгновение. Вы знаете, это уже сейчас я в курсе, что у человека есть в мозге вестибулярный аппарат, который координирует движение. И нельзя просто подняться и не упасть, потому что, во-первых, мышцы слабые, а во-вторых, у тебя голова должна закружиться. Знаете, у меня не закружилась голова, это было первое чудо. Просто было такое ощущение, как вот если ты ходишь и вдруг полетел, это было такое ощущение, вот когда ты лежишь и встал и пошел, вот примерно как если бы ты полетел. Я не знал, что так нельзя. Говорят, что британские ученые сделали исследование и выяснили, что шмель не может летать, потому что он слишком большой, потому что у него слишком большая масса, плохие аэродинамические способности, слишком маленькие крылья. Нельзя просто быть шмелем и летать. Я удивлен. Шмель, наверное, никогда не читал исследований британских ученых. Он просто берет и летает. Вот со мной было, как с ним шмелем. Я не знал, что нельзя вставать на ноги, когда ты лежал полгода и ходить. Я просто встал и пошел. И я вам говорил, что моя мама это торнадо в юбке. По-моему, говорил. Моя мама, как торнадо, ворвалась в кабинет лечащего врача. Она атаковала эту молодую женщину и заявила, выписывайте моего ребенка, его исцелил Иисус. Женщина скутилась за сердце и говорит, меня с работы выгонят, если я такое скажу. Она говорит, делайте, что хотите, собирайте консилиум, но ребенок ходит. Он не может ходить, но он ходит. После этого собрались врачи, крутили, вертели мою ногу, сгибали, разгибали и пришли к выводу. Мы не знаем, что произошло, но нет смысла, чтобы он лежал дальше. Ходит, пусть ходит. Вы знаете, друзья, я хожу до сегодняшнего дня. 30 лет прошло. Я славлю Иисуса. Я для себя отвечаю на этот вопрос. Кто для меня Иисус? И ответ очень простой. Иисус для меня это все. Это все. Я хотел бы, чтобы мы сейчас посмотрели в текст, который ляжет в основании этой проповеди, потому что логически это проистекает из того, что мы переживаем с ним лично. И вот то, о чем пишет апостол Павел в Колоссяном в 1 главе с 15 стиха, это его личное исповедание. Кто для него Иисус? Павел говорит, Иисус, он восхищается Иисусом, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле. Видимое и невидимое, престола ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И нас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, неповинными пред Собою. Иисус, которого описывает Павел, это Иисус, который торжествует. Это Иисус, который царствует. Это Иисус, который прошел смерть, но теперь во веки живой. И вы знаете, такой сложный богословский текст. И у меня будет такая простая проповедь. Всего три мысли о том, кто для меня Иисус, исходя из этого текста. Первое, Павел говорит, он мой Создатель. Он говорит, все им, все для Него создано. Он Создатель. Сегодня мы уже слышали о том, что мы созданы Богом, и Он предназначил для нас добрые дела, которые мы можем исполнять. Бог ничего не создает случайно. И это такое огромное счастье знать, что ты не ошибка природы, что ты не просто продукт какой-то эволюции, что есть личность, которая думала о тебе, когда тебя еще не было, что есть тот, кто заботился о тебе, который видел все твои дни, который знал тебя, когда еще о тебе никто не имел ни малейшего представления. Вы знаете, людям иногда очень сложно поверить в такие очевидные вещи. Не бывает ничего из ничего. Не бывает ничего, чтобы возникло просто из пустоты, из вакуума. Я никогда не забуду, когда я пришел на экзамен по философии, учася в университете, и наш профессор, он был таким довольно интересным человеком. Он спросил студентов, вы хотите, чтобы я сделал вам экзамен попроще? И мы, конечно же, ответили да. И вот мой профессор говорит, тогда берите на экзамен любую книгу, которую хотите. Если вы ничего не знаете, вам никакая шпаргалка не поможет, никакой учебник не поможет. Берите любую книгу. Вы знаете, что взял студент Савчук? Я подумал, подумал, взял с собой Библию. Я решил, о чем бы он ни спросил, какой бы билет я ни вытянул, я буду рассказывать ему то, что написано в Библии. А дальше будь что будет. Ну, думаю, все равно двойку поставят, пойду на пересдачу. Уже как-то наполнился таким дерзновением и пошел к нему на экзамен с Библией. Все заходят с учебниками, кто-то несет Канта, кто-то Гегеля, кто-то какие-то христоматии философские. Я иду с Библией, захожу к нему, вытягиваю билет. И первый вопрос, который стоит в билете, второй и третий, я не помню, мы к ним не дошли, заранее, маленький спойлер, наперед. Первый вопрос был философское понятие закона. Я думаю, Господи, спасибо Тебе. Открываю Библию и начинаю подбирать такую короткую проповедь, текст из Писания для короткой проповеди о законе и благодати. Думаю, в конце придем к Иисусу. Я все уже прописал себе, набросал конспект, но тоже спойлер, до конспекта моего мы тоже не дошли. Потому что, когда я сел разговаривать с этим профессором, я открыл Библию, говорю, вас такая шпаргалка устраивает? Он так улыбнулся, посмотрел на Библию. Я говорю, если устраивает, я продолжу. Он говорит, ну давай. Я говорю, у меня билет философское понятие закона. И вдруг на ходу, этого не было в моих заметках, я этого не готовился говорить. Просто на ходу чувствую, что надо сказать. Я говорю, но любой разумный человек понимает, если закон, должен быть законодатель. Ну не может быть закона без законодателя. Конституция страны не возникает на пустом месте. Кто-то должен ее написать. Законы страны не возникают. Кто-то должен их разработать и потом проголосовать. А потом либо исполнять, либо нет. Но это не возникает из пустоты. Я говорю, послушайте, мы живем в мире, в котором работает, действует огромное количество законов. Как можно не верить в то, что есть законодатель, который их придумал? Закон земного притяжения. Как можно не верить в то, что кто-то продумал, как это функционирует? И вдруг на ходу, просто спонтанно, я не знаю, где я это вычитал, но я где-то вычитал понятие второй закон термодинамики. Не спрашивайте, о чем он. Я помнил о нем только одну вещь. Я на ходу это выдаю профессору. Говорю, даже второй закон термодинамики говорит, что вся вселенная, она по своей сути стремится к хаосу. И должен быть кто-то, кто удерживает ее от распадения, от того, чтобы она не рассыпалась в дребезги. И вот когда я озвучил это моему профессору, я вижу, что у него на глазах появляются слезы. Он берет листочек бумаги и начинает что-то писать. Пишет какую-то формулу. Разворачивает эту формулу ко мне и говорит, молодой человек, откуда вы это знаете? Признаюсь, уж если блефовать, то блефовать. Я говорю, делая такое покер фейс, говорю, знаете, это же второй закон термодинамики. У него начинает дрожать не только слезы на глазах, у него начинает дрожать нижняя губа, и он говорит, откуда вы это знаете? Я говорю, я не знаю, откуда я это знаю, но я знаю, что у закона есть создатель. На этом мой экзамен закончился. Этот человек начал говорить сам. Он говорит, то, что вы только что сказали, это результат моих размышлений в течение 25 лет. 25 лет я работал на кафедре философии в институте физики. И моим заданием было изучать законы природы. И путем изучения законов природы их философского осмысления я пришел к выводу, что ничто не возникает из пустоты. Если есть закон, должен быть законодатель. И тут приходит молодой зеленый юнец и выдает мне это, знаете, просто как что-то очевидное, как что-то такое очень простое и ясное. Он говорит, давайте сюда свою зачетку 100 баллов из 100 и огромное спасибо за хороший экзамен. Знаете, я вышел после этого окрыленный, вдохновленный. Я подумал, этому человеку понадобилось 25 лет, чтобы прийти к простому выводу. У законов должен быть законодатель. У природы должен быть создатель. У нас с вами должен быть творец. Мне же всего-навсего было достаточно одной молитвы, чтобы сказать Иисус, есть ли ты в этом мире и ощутить, что Он есть. Иногда люди делают очень длинный путь, они проходят очень длинную дистанцию, тогда как все, что нужно, это просто воззвать к Нему. Как говорит апостол Павел в другом тексте, он говорит, что Бог, который создал этот мир, Он находится близко от каждого из нас. Не ощутят ли Его? У тебя и меня есть Создатель. Но это еще не все. Павел продолжает и в этом тексте он говорит, что у тебя и меня есть голова. Он говорит, что Христос, Он голова церкви. Он первенец, воскресший из мертвых, чтобы иметь Ему во всем первенство. И вы знаете, вторая истина такая простая, такая очевидная, но очень важная и глубокая. У нас с вами есть не только Создатель, у нас есть глава. Мы с вами созданы не просто, потому что Бог так захотел, и Он не просто создал нас и пустил, живите как вам будет угодно. Он создал нас зависимыми от Себя. Я часто повторяю это, когда общаюсь с неверующими людьми. Внутри каждого человека есть пустота, которая имеет форму Бога. И только Он один может ее заполнить. Что туда не пытайся засунуть в эту пустоту? Деньги, развлечения, удовольствия, какие-то свои планы, какие-то амбиции, но ничто не восполнит этого внутреннего вакуума, потому что мы созданы зависимыми от Бога. Мы нуждаемся в главе. Мы нуждаемся в том, кто скажет нам, что есть добро, а что зло. Мы не можем давать эти определения, как нам вздумается. Мы нуждаемся в том, кто подскажет нам, какие решения принимать. И мы нуждаемся в Его руководстве, в Его мудрости. Я скажу больше, мы нуждаемся в Его господстве. Нам необходима эта верховная власть в нашей жизни. Павел говорит, Он мой глава. Вы знаете, друзья, в моей жизни было немало ситуаций, когда Бог проверял меня, по-прежнему ли Он для меня глава, по-прежнему ли Он для меня господин. Я не один раз поднимал руки в церкви и говорил, Иисус, Ты для меня Господь, Ты для меня верховная власть, Ты мой владыка. Знаете, есть такие песни, слова которых иногда мы говорим автоматически, а потом задумываемся и становится немножко страшно. Господи, куда скажешь, пойду. Что повелишь, сделаю. О чем попросишь, Господи, Ты только скажи. Иногда, я думаю, Бог смотрит с неба и улыбается, ведь видит, что на самом деле мы не всегда к этому готовы. Никогда не забуду момент, когда уже закончил институт, начав работать, я наконец-то осуществил свою мечту. У меня была мечта, я очень хотел стать журналистом. И когда я исполнил эту мечту, это была для меня просто вершина, не просто карьерных каких-то целей, это была вообще вершина всего, что было в моем сердце до того момента. Ведь представьте, парень из Западной Украины, с небольшого районного центра. И вдруг я в Киеве, и я журналист. Я хожу на разные мероприятия. Я посещаю пресс-конференции. Когда по залу, на какой-то пресс-конференции идет камера, и я иногда попадаю в кадр, и меня показывают на всеукраинских каналах. И тогда у моей мамы горячий телефон дома, потому что весь наш районный центр звонит ей и говорит, «Наташа, ты Колю по телевизору видела?» И она, пытаясь притворяться, скромно отвечает, «Ну, мне уже об этом говорили». Вы знаете, все смотрели одни и те же новости, и вдруг в этих новостях мелькал Коля из их маленького городка. О, как это раздувало чувство моей важности. Я думал, что я такой великий и такой славный. Был момент, когда я освещал как репортер работу правоохранительных органов, Министерства внутренних дел, Генеральная прокуратура. И был момент, когда мне подарили часы с подписью от Генерального прокурора Украины. Я вам скажу, я с этими часами вот так вот ходил, чтобы все видели, что это за часы. Не забуду, я как-то ехал в метро, а когда едешь в метро и стоишь, то, как правило, держишь в руке какую-то сумку или рюкзак, и рука болтается на уровне глаз людей, которые сидят напротив тебя. И вот сидит человек в метро в костюме, при галстуке, он, видно, какой-то офисный работник или клерк, он сидит напротив меня, а моя рука болтается перед ним. А журналисты, не знаю, как в Штатах, но в Украине одеваются очень просто. Как правило, если в кадре журналист выше пояса в рубашке, снизу все равно какие-то потрепанные джинсы, потому что хуже журналистов одеваются только в виде оператора. Они вообще в кадр никогда не попадают. Журналисты так себе одеваются. Я стою в каких-то там потертых джинсах, кроссовках, моя рука болтается перед его глазами, и я вижу, что он пытается прочитать, что написано на часах. От генерального прокурора Украины на часы на меня не сходится. Как-то не соответствуют две картинки. О, а я стою такой, знаете, руку держу перед его глазами и думаю, ну давай, мужик, сломай себе мозг, попробуй догадаться, где я взял эти часы. Довольный, я больше скажу, самодовольный, такой весь раздутый. И потом пришел момент, параллельно с тем, как я работал с журналистом, я развивался в служении, был лидером домашней группы, потом домашняя группа росла, стал пастором региона из многих домашних групп. И вот однажды был момент, когда мне позвонил мой старший пастор, Филипп Савочка, он набрал меня, вернее, не он лично, через секретаря, и секретарь меня набрал и говорит, пастор Филипп, хочет с тобой встретиться. Я не знаю, как в вашей церкви, как вы реагируете, когда вам говорят, что пастор хочет с тобой встретиться. Возможно, вы воспринимаете это с легкостью, но у меня в тот момент был такой шок, что я вспомнил все свои грехи за последний месяц, за последние полгода и даже за год. Думаю, ну что он со мной захотел встретиться? Что он такого обо мне? Знаю, что он сам меня первый позвал на разговор. Я очень волновался. Я пришел, и вопрос, который задал мне пастор, был одновременно простым и непростым. Он спросил, тебе нравится твоя работа? О да, пастор, мне очень нравится моя работа. Как у тебя зарплата? Я говорю, хорошо, у меня хорошая зарплата, нам хватает, у меня еще есть возможность роста зарплаты в два раза на той же должности. Не меняя должность, можно вырасти на этой же должности в зарплате в два раза. Он посмотрел на меня и говорит, но ты ведь в служении тоже хочешь развиваться? Я говорю, да, конечно, я посвящен Богу, я не могу не служить Богу. После чуда, которое он для меня сделал, я обречен служить Богу. И пастор говорит, хорошо, если ты хочешь развиваться в служении, у меня есть для тебя предложение. Как ты смотришь на то, чтобы пожертвовать карьерой журналиста и полностью заняться служением? Знаете, это теперь я знаю, особенно слыша об опыте американских церквей, что есть такое понятие фуллтайм. Тогда, 16 лет назад, о понятии фулллтайм никто особо не знал, и учитывая еще то, что пастор позвал меня в полное служение и ни слова не сказал, ни о каком финансовом вознаграждении, я делал шаг просто в пустоту. Сказал, дайте мне чуть-чуть подумать. В этот момент, когда я задумался, я внутренне ощутил, вот оно, это не просто пастор тебя зовет, это Бог тебя зовет пожертвовать твоей любимой и важной карьерой журналиста и посвятить себя полностью служению Ему, отдаться полностью. И сразу вопрос, Господи, а за что жить? Ведь пастор, ни слова о зарплате. Я вам скажу, я знал, если бы я спросил хоть что-нибудь о зарплате, это был бы последний вопрос, который я ему задал. Он бы сразу сказал, а, нет, все, экзамен не сдал, до свидания. Я сказал пасторю, да, не посоветовавшись плотью и кровью, я имею здесь в виду свою жену, потому что на тот момент я уже был женат, и у меня была одна плоть, с которой я не посоветовался, пришел на работу, это не пример для подражания, сразу скажу, пришел на работу, поговорил с начальником, что я увольняюсь, он спросил, куда ты идешь? Я говорю, в церковь. Он спрашивает, под церковь? Я говорю, нет, в церковь. Он говорит, а сколько тебе будут платить? Я говорю, я не знаю, вообще разговора об этом не было. Он говорит, я знал, что ты безумный Христа ради, не думал, что ты в такой степени. С начальником мы поговорили, он поставил мне диагноз, и вдруг до меня доходит, подожди, ты женат, тебе надо поговорить об этом с супругой. Ты уже всем об этом сообщил, кроме самого главного человека в твоей жизни. И тут, когда я уже решился на то, чтобы набрать мою жену, позвонила она. Я поднимаю трубку, и она мне говорит, у меня для тебя есть очень важная новость. Я говорю, дорогая, ты даже не представляешь, какая у меня для тебя новость. Она говорит, у меня такая новость, что если ты стоишь, сядь, пожалуйста. Я говорю, у меня для тебя такая новость, если ты сидишь, ляжь, пожалуйста. Потому что такой новости ты точно от меня не ожидаешь. Мы поспорили какое-то время, кто будет говорить первым. В конце концов, я уступил ей, потому что lady first. Я говорю, давай ты все-таки, давай вперед. Она говорит, ты знаешь, я сегодня сделал тест на беременность. У нас будет ребенок, это был наш первый ребенок. Говорю, классно, а я с работы увольняюсь. Знаете, сейчас это выглядит немножко комично, когда я глядываюсь назад. Тогда это было довольно рискованно. Меня не поняло очень много людей, которые говорили, так ты же мечтал о том, чтобы быть журналистом. Ты проработал всего несколько лет по своей профессии. Почему ты отступаешь? Это то, чего ты хотел, это то, чего ты достиг. Но я понимал, куда меня зовут Бел. Зовет Бог. И уходя в сторону от финансовой темы, потому что она тоже была довольно непростой. Действительно, в церкви я получил определенное благословение. Но я узнал о нем в тот день, когда уже все мосты были сожжены. И этого благословения, которое мне могла позволить на тот момент церковь, хватало ровно, чтобы заплатить за аренду квартиры. И в принципе все. Я увольняюсь, жена уходит в декрет. За что жить? Как быть? Но скажу вам, друзья, возможно, не у каждого человека эта развилка будет настолько драматической. Возможно, далеко не каждому человеку, более я уверен, что далеко не каждому человеку предстоит выбор между своей карьерой и служением фулл-тайм. Но выбор между тем, поставишь ли ты Иисуса главой своей жизни, выбор между тем, подчинишься ли ты Ему, когда тебе это будет не только выгодно, но и невыгодно, будет перед каждым человеком. У каждого из нас будет развилка, когда придется делать выбор между тем, что хочется мне и куда призывает Он. Павел говорит, Он глава, дабы иметь Ему первенство во всем. Есть ли в твоей жизни сфера, в которой Иисус еще не имеет первенства? Где, если Он скажет, ты не ответишь? Вернее, ответишь, но этот ответ не удовлетворит Божью волю. Сегодня это серьезный вопрос, который стоит перед каждым человеком. Мы знаем, что Бог нас создал, Он наш Создатель. Но очень важно от первого момента перейти ко второму. Он наш глава. И здесь, завершая, я хотел бы коснуться третьей истины, а обратно-таки очень очевидной, но при этом очень важной и глубокой. Павел продолжает и говорит о том, что Иисус не просто является главой церкви, но Он благоугодно был Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земной, и небесной. Он не просто является главой церкви, создателем, Он является искупителем. Здесь я нахожу вопрос, ответ на вопрос, почему я должен поставить Иисуса главой своей жизни? Почему я должен все починить Ему? Почему я не должен считаться со своими собственными желаниями, когда стоит выбор, моя будет воля или не моя, а Его? Ответ очень простой. Осознавая, что Он не только мой Создатель и не только мой глава, но мой Искупитель, я не смогу сказать Ему нет. Нет возможности, нет такой опции говорить Богу нет, когда ты осознаешь, что Он сказал тебе да. Нет возможности сказать Иисус нет, когда ты осознаешь, как много Он отдал за каждого из нас, сколь многим Он пожертвовал, сойдя в этот мир, и претерпев то, о чем говорит Павел, муки креста. Когда я думаю о кресте, как правило, в голове первые впечатления, которые появляются, это визуальные картины. Я думаю, мы все смотрели «Страсти Христовы», «Passion of Christ». Мы все помним эти кадры, мы все помним терновый венок на челе Иисуса, мы помним тот страшный кадр, когда гвоздь ставился в ладонь, и было такое впечатление, что воин искал более удобное место, куда ударить. Мы помним те страшные кадры, когда плетка впивалась в его тело и вырывалась вместе с плотью. Но однажды, размышляя об этом, я вдруг понял, то, что удалось передать режиссеру и актерам, это только внешняя сторона вопроса. И да, физические страдания Иисуса были ужасными. Это была агония. Это были страдания на грани с тем, чтобы просто упасть в обморок от боли. Мы знаем, что Иисус падал, когда шел под крестом. Это было очень и очень болезненно. Но есть невидимая сторона страдания Иисуса, нашего Искупителя. То, о чем мы думаем реже, но то, что является очевидным из Божьего Слова. Библия говорит нам, что Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Только представьте, мы видим видимую сторону вопроса. Раны на Его теле, которые были причинены гвоздями, плетками, ударами, побоями. Но если посмотреть буквально, и Он взял на Себя все наши болезни, то на кресте Он переболел абсолютно всем. На кресте Он переболел всеми видами рака. На кресте Он переболел всеми инфекциями. На кресте Он понес на Себе боль от всех вирусов. И когда я об этом думаю, я осознаю, Господи, сколь много Ты претерпел того, о чем я даже не догадываюсь, чтобы потом я мог сказать, ранами Твоими я исцелен. На кресте Он перетерпел не только страшные физические муки, на кресте Он перетерпел ужасные душевные муки. Писание говорит, что Он стал грехом вместо нас. Наши грехи, наши наказания легли на Него. Только давайте представим, насколько мучительной может быть боль, от душевных мук, от душевных страданий, когда ты чувствуешь вину за все грехи мира, за все убийства, за все изнасилования, за все предательства, за все подлости. Так, будто это сделал Ты. Он стал грехом вместо нас. Сам, будучи безневинным, не сделав ничего плохого, Он ощутил на Себе чувство вины за каждый грех. Тут иногда ошибешься, и тебя совесть судит. И лучше бы тело болело, чем совесть судит. А Иисус в тот момент, Он взял на Себя вину всего мира, каждого человека за всю историю человечества. Но и это еще не все. Кроме огромных физических страданий, кроме душевных мук, было духовное разделение с Отцом. И это тоже было из-за нас. Он был вынужден претерпеть тот миг, когда, подняв глаза, сказал, «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Я думаю, что это не было просто цитата из псалмов, это не было просто общее утверждение. В тот момент Он действительно чувствовал себя оставленным ради меня и Тебя, чтобы мы больше никогда не были оставлены Богом. И между нами и Богом никогда не было большой дистанции. Эта дистанция сократилась, и мы стали с Богом одними. Все это пережил Иисус, когда Он был на кресте. И апостол Павел говорит, чтобы посредством креста примирить, чтобы позволить нам вернуться к Нему, и чтобы через то, что Иисус сделал на кресте, мы сегодня жили абсолютно иной жизнью. И на небесах, и еще здесь, на земле. Сегодня я хотел бы сказать каждому человеку, в этом зале. «Кто для тебя Иисус?» Я поделился тем, кем стал Иисус для меня в моей жизни. Я посмотрел в библейский текст и увидел, как Павел говорит об Иисусе. Он показывает, что Иисус – Создатель, Иисус – Глава, Иисус – Искупитель. Кто Иисус для тебя? В чем сегодня ты имеешь нужду? В чем сегодня наибольшая болевая точка твоей жизни? С чем сегодня ты можешь прийти к Нему и искать Иисус? Стань для меня ответом на эту боль. Стань для меня ответом, выходом. Возможно, для того, чтобы я выбрался из какого-то греха, с которым я борюсь длительное время. Возможно, для того, чтобы я получил свой ответ в физическом мире, в исцелении, в своей семье, в своем разбитом сердце. О, Иисус, я знаю, благодаря тому, что ты пережил на кресте, ты понимаешь, что я сейчас прохожу. Я расскажу последний пример, и мы будем молиться. Но эта история очень тронула меня буквально год назад. Мы живем под Киевом, наша церковь под Киевом. И когда год назад российские войска наступали, стоял вопрос буквально дней, возможно, даже нескольких часов, войдут они в наш город или не войдут. Уже были захвачены Ирпень, Буча. И каждую ночь, когда я ложился спать, я вывез семью, а сам вернулся, чтобы быть с тем остатком церкви, который был на месте, церковь сократилась на 90%. 90% церкви разъехалось, осталось только 10%. Но мы продолжали проводить служение с онлайн-трансляцией, чтобы где бы ни были наши люди, они ощущали, что мы вместе. И вот я вернулся, и каждую ночь я ложился спать, понимая, что эта ночь может быть, по большому счету, последней. И вот я помню тот момент, когда мне позвонили и сказали, что войска оккупантов заняли селом Матыжин, это 40 километров от Киева, возле Житомирской трассы, возможно, кто-то знает. А в селе Матыжин наш реабилитационный центр. Когда русские танки заезжали, люди попрыгивали из окон, наши ребята все разбежались. Осталось двое. Служитель и один брат, у которого не было ног, поэтому он не мог убежать. Я думаю, вы понимаете, реабилитанты, очень часто это бывшие бездомные, тяжелые жизненные обстоятельства. И иногда они имеют проблемы со здоровьем, в частности, ампутированные пальцы на ногах. У этого парня не было по полступни. И служитель не решился его оставить. Он сам понимал, что он может попасть в плен, но он не решился оставить этого безногого брата. Остался вместе с ним. Через несколько дней солдаты пришли, выбили дверь. Сначала бахнули из миномета, разбили то, что стояло во дворе, а потом вошли. Видно, им сказали, что в этом помещении было много мужчин. А что такое реабилитационный центр? А там много мужчин. И вот они зашли, а там двое наших братьев. Служитель и его подопечный. Начали все трощить, стреляли по стенам, по зеркалам. Ну, просто, чтобы показать, кто они здесь главные. Этого парня, служитель говорит, убегай без ног, ползи, ну убегай. Он его выбросил через окно, а сам остался. Не успевал уже убежать. И когда он был там, солдаты зашли, начали его бить, потом забрали его. Он был в плену три дня. Чудом выжил, просто чудом выжил. Там невероятные свидетельства, невероятная история. И когда потом мне позвонили, что он оказался в плену, а потом я приехал, чтобы его увидеть, он рассказал мне один короткий фрагмент, который очень сильно меня коснулся. Он говорит, что когда военные зашли туда и начали палить по стенам, они стреляли, как я сказал, по всему, просто. Вот стреляли очередями и все. Говорит, пастор, а вы помните, у нас, говорит, висит в комнате, где проходят служения, у нас висит картина. Иисус за столом со своими учениками. Тайные вечери. Он говорит, смотрите, я вам сейчас что-то покажу. Подводит меня к этой картине и пальцем показывает. Смотрите, я нащупываю, он говорит, в груди Иисуса, в груди Иисуса дырка от пули. Знаете, мы заделали все дырки в реабилитационном центре, все заделали, закрасили, все, потому что надо было восстановить. Но вот эту дырку мы оставили в груди Иисуса, когда шла очередь, одна пуля попала в Иисуса. И мы оставили эту дырку в картине. Я не знаю, можно ли ее зашить. Нельзя, но пусть будет. И оставили эту дырку в стене. Знаете, в чем для меня здесь такой символизм? И почему это так коснулось моего сердца? Все, что мы переживаем, оно так или иначе попадает в Иисуса. Нет такого, чтобы ты переживал, а Иисус смотрел со стороны и не сострадал тебе. Нет такой боли, которую ты бы проходил, а Иисусу было все равно. Он был равнодушен. Абсолютно все, что мы проходим, попадает в Иисуса. Недавно я услышал эту мысль, она так мне понравилась. Будет ли на небесах хоть что-то, сделанное рукой человека? Казалось бы, ответ нет. Но мне понравилось продолжение. Человек, который говорил это, но обратил внимание, говорит, будет. Это раны на теле Христа. Единственное, что будет на небесах, что сделано рукой человека, это следы от гвоздей, это следы от копья. То, что попадает в Иисуса, останется с Ним и в вечности. То, что Он понес за нас, чтобы разделить нашу боль. То, что Он взял на Себя, чтобы показать, насколько сильно нас любит. Иисус даже в вечности оставит эти следы на Своем теле. Казалось бы, Бог воскресил Его из мертвых, Он подарил Ему новое тело. Зачем эти раны? Зачем эти следы? Я думаю, за тем, чтобы мы каждый раз еще даже будучи в вечности там в небесах смотрели на эти раны и помнили, какой ценой мы спасены. Какая дорогая цена Его крови и Его жертвы. И еще здесь на земле каждый раз смотрели на Его раны и понимали, нет ничего, что я прохожу, а Он бы этого не ощутил. Потому что ранами Его мы исцелены, кровью Его мы искуплены. Нет ничего, в чем Он был к нам равнодушным. Иисус сегодня знает, что ты проходишь. Я более чем уверен, Он сейчас ждет этой молитвы, чтобы мы вызвали к Нему и попросили, Господь, Бог сострадающий, стань для меня ответом. В каком Иисусе ты сегодня нуждаешься? Кто для тебя Иисус сегодня? Обратись к Нему, возови к Нему и вери, что Он прикоснется к тебе. Давайте мы встанем. Наш небесный Отец, мы призываем Твое святое имя, мы взываем к Тебе наш Бог, мы обращаемся к Тебе от всего сердца. Стань для нас ответом на те боли, на те нужды, на те страдания, которые сегодня сокрушают нашу душу, которые сегодня побуждают нас взывать к Тебе, которые сегодня возможно сгибают нас под ношей этих грузов. Стань для нас ответом и покажи нам себя в своей славе, в своем могуществе и в своей силе. Мы знаем, Господь, Ты наш Создатель, мы знаем, что Ты наш Глава и мы подчиняемся Твоему главенству, но мы верим, Ты также Избавитель наш, Ты Искупитель наш. И вместе с Сивом мы сегодня можем сказать, что верим, Искупитель нас жив. И Ты силен сегодня прикоснуться к каждому больному телу. В чем бы сегодня не была немощь, в чем бы не была боль, где бы сегодня не было поражения, во имя Иисуса Христа, мы сегодня молимся, пусть придет ответ через жертву и раны Иисуса, и пусть прямо сейчас, Господь, прикосновением Святого Духа будет отменен всякий диагноз, придет исцеление и победа. Мы молимся сегодня, Господь, за всякое душевное мучение, за разочарование, возможно, за влияние депрессии, за места, где дьяволу удалось поразить нашу душу, наши эмоции, и мы просим силой Твоей, ранами Твоими прикоснись и исцели наши разбитые души. Мы верим, Господь, туда, куда прикоснется Твоя пронзенная ладонь, туда придет исцеление, и мы просим сегодня, Господь, пусть там, где тьма воссияет свет, пусть там, где безвыходное положение, придет надежда, пусть там, где тупик, откроется дверь. Мы провозглашаем жизнь, жизнь во имя Иисуса, дух жизни, войди сегодня в каждого, кто сегодня разбит и разочарован. И мы молимся, наш Господь, сегодня за то, чтобы каждый из нас, кто нуждается в Тебе сегодня как в своем Спасителе, как в своем Искупителе, возможно, потому, что где-то потерял близость с Тобой, возможно, потому, что где-то разочаровался и отступил от Тебя, а где-то просто попал в лапы, в капканы Сатаны, чтобы каждый такой человек, он сегодня принял Тебя как своего личного Искупителя. Ты наш Создатель, Ты наш Глава, Ты наш Спаситель Искупитель. Мы в смирении сегодня взываем к Тебе и просим, Господь, прикасайся, твори волю Твою и Твои чудеса. И пусть Тебе, Господь, будет слава и честь и хвала во имя Иисуса Христа. Аминь. И давайте мы воздадим Господу славу. Аллилуйя. Аплодисменты. Аплодисменты.